Итак, ну вот в одном из интервью вы сказали, что россияне в оккупированном Крыму пытаются защищать свои объекты с помощью всевозможных средств, ПВО, авиации и так далее. Ну вот, этой ночью гремели взрывы в районах Севастополя, Балаклавы, Бельбека, там аэродром. В Байдарской долине, может, есть подробности, что кроме Бельбекского аэродрома там такого ценного для армии россиян? На самом деле, они, в принципе, превратили Крым в одну большую военную базу, и аэродромы играют в этом достаточно серьезную роль, особенно сейчас. Последний раз, когда эта информация обновлялась, речь шла о пяти таких аэродромах, как минимум три из них активно используются. И, в принципе, мониторинговые паблики также периодически показывают, что даже аэропорт гражданский, в принципе, иногда они используют для разгрузки грузовых самолетов, именно военных. То есть, учитывая то, что сейчас фактически в море потусствуют корабли, так званые Российской Федерации, они вынуждены это компенсировать авиацией. И в связи с этим, да, это объекты, которые очень активно эксплуатируются россиянами. О недавно пораженной цели в оккупированном Крыму еще одной хотели поговорить. Феодосия, да, точнее, нефтебаза горела долго и ярко. И вот в результате нарушена вся вот топливная логистика. Скажите, наблюдается ли на полуострове топливный кризис? И кого он коснулся? Российских военных или гражданские тоже его ощутили? На самом деле, вы видите, это как бы такая многосоставная была конструкция. Перед тем, как базе поплохела, была обрезана логистика, которая позволяла доставлять туда топливо в большом объеме, то есть железнодорожный паром. Фактически это был основной способ доставки, потому что мост нагружать цистернами, так же, как и бронетехникой, россияне не рискуют. И да, то есть два основных элемента – это доставка и хранение. И оба они пострадали. Такие процессы имеют достаточно большую инерцию. Конечно, не пройдет это даром для местных АЗС, так же, как и для обеспечения армии, но оккупанты, конечно же, в первую очередь будут перекрывать потребности своих войск. Остается еще как минимум одна база. Остается все-таки возможность доставлять более сложным способом через мост. Под этим я подразумеваю логистику автотранспортную, то есть это автоцистерны, которые можно гнать, в принципе. И была информация о том, что количество именно бензовозов увеличилось. Ну, и это, в принципе, полностью понятно, логично и объяснимо. То есть в данном случае речь может идти о серьезном усложнении логистики. Как это отразится на местном населении оккупированной территории, я думаю, мы увидим в недалеком будущем. Но в любом случае, конечно, учитывая то, что этот объект обеспечивал в том числе военных в больших объемах, объект этот, конечно же, представлял интерес для нас, как военный объект, элемент военной логистики. Собственно, поэтому с ним и произошло то, что произошло. Партизанское движение «Атэш» пишет, что под Новороссийском обнаружили строительство нового склада боеприпасов. Его строят на базе учебного центра штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ. Цель – это рассредоточить эти склады, ну, наверное, чтобы ударные осколки от дронов не падали. Скажите, а насколько осторожнее стали россияне после ударов в глубоком тылу по складам, и вот в таких реалиях только начали строить, а уже все видно, уже все заметили? На самом деле такие объекты, конечно, невозможно скрытно построить, и там всегда достаточно объемные проекты, и максимально они будут пытаться рассредоточить. То есть подробить эти склады на более мелкие, что, конечно, повышает процент выживаемости, потому что их становится просто больше, а сами они по объему становятся меньше. Но, конечно, это сильно усложняет логистику, конечно же, растягивает ее. И если, например, в районе ведения боевых действий эти склады полевые, например, они, в принципе, являются расходным материалом, они периодически уничтожаются, то чем дальше от линии фронта, тем эти склады становятся больше. Но, как вы видите, они делают выводы, естественно, из тех кейсов, которые они уже получили, и не стоит в этом плане их недооценивать. То есть не стоит забывать, что у них до сих пор в составе вооруженных сил остаются подразделения инженерные, которые занимаются сугубо строительством, в том числе железных дорог. И поэтому они, в принципе, в достаточно короткие сроки, без проведения каких-то дополнительных процедур, могут такие объекты возводить. Но в любом случае, конечно, они будут представлять для нас интерес. Субтитры создавал DimaTorzok